Весь мир сейчас следит за событиями, которые разворачиваются в Кении. В столице страны Найроби, на популярном торговом развлекательном комплексе напали террористы. Боевики ворвались в центр субботним днем. О том, что сейчас происходит и как идет операция по спасению заложников, в подробном материале наших коллег. Большая часть людей, захваченных в заложнике боевиками, в торговом центре «Уэстгейт» в Найроби освобождена. С таким заявлением выступили представители командования вооруженных сил Кении, добавив, что армейские части взяли под контроль большую часть здания. Сколько заложников остаются в руках исламистов, членов сомалийской группировки «Аш-Шабаб», пока неизвестно. По последним данным, в результате нападения боевиков на торговый центр «Уэстгейт» погибли 68 человек. Среди жертв много иностранцев. Согласно поступающей информации, в числе погибших племянник президента Кении, британцы, граждане Франции, Канады, ЮАР и других стран. Террористы заявили, что нападение на торговый центр стало актом мести Кении за участие вооруженных сил страны в боевых операциях против исламистов в Сомали. Кенийские силовики продолжают операцию по нейтрализации террористов и освобождению заложников. Сообщается, что к операции присоединились израильские эксперты. Известно, что пострадали сотни человек. Боевики вели стрельбу по посетителям торгового центра, которые пытались спастись. Как отмечают сотрудники больницы Найроби, врачи не справляются с наплывом раненых. Сотни кенийцев сдают кровь для пострадавших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова